МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях региона вам расскажут мои коллеги. Я Оксана Измерова. Здравствуйте. Брянский регион активно движется в направлении подготовки медицинских кадров. Образованием будущих медиков занимаются со школьной скамьи. 120 учеников медицинского Сеченовского предуниверсария Брянской области скоро окончат свой первый учебный год. О том, как он создавался и о принципиально значимых приоритетах предуниверсария расскажем в следующем репортаже. В начале прошлого года состоялась встреча губернатора Александра Богомаза со студентами из Брянской области, которые учатся в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Губернатор предложил перенести положительный опыт московского предуниверсария на территорию Брянской области. Вот мы сегодня, Брянская область, мы именно нуждаемся в вас. Молодых, перспективных, креативных, которые сегодня получают, как я сказал, лучшее образование и которые сегодня нужны для системы здравоохранения Брянской области. Сегодня более 400 ребят московского меда – наши земляки. После столичных студентов Брянские занимают второе место. А среди главных тем, поднятых тогда на встрече, обеспечение врачей жильем, социальные льготы и достойная зарплата. На эти вопросы губернатор также дал ответ. Каждый, кто приедет работать в области или район, получит квартиру. Мы в прошлом году соглашили миллиард рублей, в прошлом году начала работать программа, купили 41 квартиру, на этот год 500 квартир. И мы вот эти мероприятия будем продолжать и дальше. То есть мы понимаем, что сегодня для того, чтобы привлечь молодых ребят, мы должны создать им условия. Заработная плата сегодня для молодого, кто приезжает в область, 50 тысяч рублей, и мы это гарантируем через УМС и через областной бюджет. Но еще нужно создавать свою семью, нужны жилищные условия. И вот квартиры, которые мы будем выдавать, как социальный найм на 10 лет, 10 лет на ваш. Но это не только зарплата, жилье, но это и перспектива карьерного роста. То есть нам сегодня нужны и новые молодые заводделения, и главврачи, то есть нужны и управленцы. За несколько дней до начала учебного года торжественно дан старт абсолютно новой эпохи в области образования и медицины Брянской области. В кратчайшие сроки департаментом образования и науки была разработана концепция принципиально нового для нашего региона образовательного учреждения. Первый среди регионов после столицы – предуниверсарий. Это еще один шаг на пути выполнения задач, поставленных президентом нашей страны Владимиром Путиным по реализации национального проекта образования. Это та же школа, имеющая государственную лицензию, только строго ориентированная на подготовку будущих врачей. Молодые и креативные эти ребята уже вошли в историю. Они первые в первом меди. Для них подготовлены абсолютно все условия для получения качественного образования. Пока будущие врачи обучаются на базе 59-й школы, но уже в следующем учебном году предуниверсарий начнет работать в своем собственном здании. Также появится и общежитие, что позволит принять учеников из разных уголков области. Я узнала из газеты, узнала моя мама и сразу подала мне идею поступить сюда, потому что я давно уже решила стать врачом и хочу пойти по этой специальности. Поставил себе цель сдать экзамены по химии и биологии и стать врачом-хирургом. Мне нравится это дело. Сразу же без раздумий стали узнавать и подавать документы. Очень рада. Это большой шанс ребенку получить хорошие знания, подготовиться и возможность поступить именно в мед. С самого детства это, можно сказать, моя мечта. И я хочу дальнейшую жизнь связать с медициной, стать хирургом. В списках поступившие 15-16-летние десятиклассники. С этого возраста в Брянске готовят высококвалифицированных специалистов для медучреждений региона. Но главным остается одно – бесплатное обучение. В первый день у нас уже было подано 47 заявлений, из которых 21 был аттестат с отличием. В конечном итоге мы набрали 120 ребят, 4 класса, средний балл аттестата 4,83 и 47 красных аттестатов по предуниверсарию. На открытие предуниверсария в числе главных гостей присутствовал наш земляк – ректор первого меда Петр Глыбочка. В этот день он лично познакомился с современным оснащением классов и ПЕД-составом. А еще обозначил, что обучение в предуниверсарии дает дополнительные бонусы при поступлении в ВУЗ. В ЕГЭ будет прикладываться два года ваших обучения в предуниверсарии. Это и предпрофессиональный экзамен, это и участие в различных программах. То есть вы можете получить еще плюсом 10 баллов, что вам даст возможность достаточно серьезного и большого приоритета при поступлении в университет. Мне кажется, это правильное решение, это правильный путь. И здесь мы должны с вами сказать огромное слово благодарности Александру Васильевичу, Владимиру Ивановичу, как председатель областной думы, что вы принимаете правильное, может быть, они неординарное решение, но они правильные. Конечно, школы нужны, детские сады нужны, но сегодня нужно еще и внести правильный крен в образование. Если мы его не внесем, то мы опять же будем обучаться в хороших школах. Красивые стены, можно их сделать и золотыми, мраморными и так далее, но образование не получить. Я вот сегодня прошел по вашей школе, красивое, хорошее, мне понравилось. Но больше всего знаете мне, что понравилось? Кто-нибудь, скажите. Учителя, их глаза, они сияют. Они, наверное, больше рады, чем вы, что они будут работать в медицинском предуниверсале. Уникальная возможность есть и для педагогического состава. Для всех учителей предусмотрено повышение квалификации и переподготовка в Сеченовке. Кроме брянских специалистов читают лекции и преподаватели первого меда по учебным пособиям того же первого меда. То, что у нас сейчас в предуниверсале, вы смотрели? Да. Программу, задания, Татьяна Михайловна. Кстати, мы от нее и отталкивались. Очень хорошая программа, адаптирую ее в свою. О предстоящей приемной кампании недавно говорили на родительском собрании в медицинском Сеченовском предуниверсарии Брянской области. Старт тестирования девятиклассников по региону начнется уже 1 апреля. Обучение тут не только колоссальный фундамент, но и хорошее подспорье для поступления в ВУЗ. Дополнительные 10 баллов к ЕГЭ. А еще бесплатные горячие обеды и безлимит мест для поступающих. Если у ребенка хорошие баллы по ЕГЭ, и они придут и принесут документы 200, значит их будет в 10 классе 200. Так сказал губернатор. Дети разного социального уровня. Нужно, чтобы дети питались бесплатно. Они находятся здесь долго. Один миллиард рублей на квартиры врачам. Без преувеличения мы первые, кто масштабно подошел к этому вопросу. Пример счастливых обладателей квартиры – молодая семья врачей Анатолия и Светланы Полторан из Климова. После рождения первенца они получили ключи от трехкомнатной квартиры. Их случай – доказательство высокой работы губернаторской программы. Впечатления вообще в целом просто фантастические. Почему? Потому что вначале нам дали двухкомнатную квартиру по программе губернатора. И в связи с рождением ребенка дали уже вот эту трехкомнатную, благоустроенную, при этом полностью с ремонтом квартиру. Здесь я встретил свою супругу, которая тоже не отсюда. Да, я окончила Смоленский медуниверситет в 2016 году. Потом приехала сюда, отработала два с половиной года и шла в декрет. Со школьной парты и до трудоустройства сегодня вопрос кадров в нашем регионе решается с проекцией на будущее. Горизонт планирования не только на 3-5 лет. Наши ЦРБ будут обеспечены кадрами и в ближайшие 20, 30 и более лет. Стимул к развитию, несомненно, есть. А работа областной программы – благодатная почва для квалифицированных медицинских кадров. Мария Селевестерова специально для программы «События». 80 единиц коммунальной техники, почти 200 рабочих и более 600 тонн снега – таковы цифры борьбы с природными явлениями в Брянске. Работы начались с процесса обработки дорог к реагентам. Проезжую часть посыпали песко-соляной смесью. А в связи с сильным снегопадом в ночное время дорожники это делали несколько раз. Такая смесь препятствует образованию ледяного наката на дороге. За время снегопада израсходовали почти 900 кубометров песко-соляной смеси. Кроме комбинированных дорожных машин, на улицы города вышли тракторы, самосвалы, погрузчики и грейдеры. На тротуарах работала малогабаритная техника. Была организована уборка сквера в территории у детских садов и школ. За снежными завалами во дворах многоквартирных домов следят коммунальные службы. Работы по расчистке снежных заносов будут продолжены. Горячее питание для школьников с 1 по 4 класса. Реконструкция партизанской поляны и план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы. Основная тема, о которой шла речь на заседании комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Брянской областной думы. Когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможности выйти на работу, получить дополнительный доход. Однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают. Забота семьи прибавляется. И на этом этапе ее также нужно поддержать. В этой связи предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класса. В своем послании президент обозначил, перейти на бесплатное горячее питание для младших классов не позже 2023 года. Однако в Брянской области вопрос обеспечения бесплатным горячим питанием школьников рассматривался уже давно. Брянщина в этом плане показывает позитивный результат. И с 1 сентября уже нынешнего года во всех школах Брянской области такое горячее питание для учащихся начальной школы будет обеспечено. На эти цели федеральный бюджет сегодня выделяет 201 миллион рублей. И исходя из потребностей региональный бюджет дополнительно выделил 56 миллионов рублей. В регионе более 400 учебных заведений имеют собственные столовые с пищеблоком. В 55 школах действует столовая с буфетраздаточными. Кроме того, есть еще 150 буфетов. Необходимо в большую работу провести опыт готовки школ к новому учебному году в 1 сентября. Я хотел бы, чтобы вы на местах обратились с депутатом в каждом своем округе, как депутат областного Дума городского совета, так же муниципальных образований. Очень большое внимание обратили вот на этот вопрос. В этом году страна празднует 75 лет Великой Победы. Президент Владимир Путин специальным указом объявил этот год в России годом памяти и славы. В Брянской области создан оргкомитет, руководителем которого является губернатор Александр Богомаз. На основании предложений оргкомитета, федеральной власти, местного самоуправления и общественности создан план мероприятий, который включает в себя 203 пункта. Наиболее знаковые масштабные события пройдут 7, 8 и 9 мая. Я думаю, все мы едины в своем стремлении и желании, чтобы эти праздничные дни были наполнены духом благодарности, памятью о тех людях, которые принесли нам победу. Память о героях – это то, что нельзя забывать, это то, что нужно нести сквозь время. И мемориальный комплекс «Партизанская поляна» – это частичка нашей истории, знаковое место для всех жителей и гостей нашей области. На заседании комитета речь шла о реконструкции мемориального комплекса. По заявлению тех, кто причастен к его реконструкции, практически в два раза будут увеличены площади музейного комплекса 400 квадратных метров, почти 800 квадратных метров. Будут развернуты новые экспозиции. Реконструкцию музея планируют завершить ко дню победы. В Брянске прошла крупная медицинская конференция. С региональными хирургами столичные профессора поделились опытом лечения заболеваний печени и поджелудочной железы. Гепатопанкреатобилиарные хирурги – это врачи, специализирующиеся на лечении заболеваний печени, поджелудочной железы и желчных протоков. Об аспектах этих непростых хирургических вмешательств брянским врачам рассказывают признанные специалисты, профессора и кандидаты наук. С нами связались организаторы, мы неоднократно встречались на всероссийских международных конференциях, был у нас контакт и с тех пор мы совместно занимаемся этим проектом и выбор пал на Брянск. Образовательный проект создан одним из крупнейших профессиональных медицинских сообществ на постсоветском пространстве. В конференции участвуют также онкологи и трансплантологи. В рамках национальных проектов, которые направлены на улучшение результатов лечения онкологических заболеваний и пациентов онкологического профиля, эта программа и эти конференции также имеют очень большое значение. В Беженском районе Брянска продолжается строительство нового литейного моста. Уже смонтированы все 168 свай. Начался новый этап работ. Какой, расскажет Екатерина Карманова. Строители полностью подготовили свайное поле и взялись за ростверки. Это плиты, объединяющие фундамент. Они принимают и распределяют нагрузку от сооружения. Всего будет 12 ростверков по числу опор. Два из них уже забетонировали и закрепили на них арматурные каркасы, которые, к слову, делают прямо на месте. Это и удобно, и ускоряет процесс. Общие сложности 250 кубометров бетона при этом использовано. Бетон прочный, бетон проектный марки Б-40. Соответственно, со всеми морозоустойчивыми присадками необходимыми. Забетонировали и стойки центральной опоры. Сейчас они специальным образом укрыты. Обогревают конструкцию мощные тепловые пушки. Чтобы бетон не заморозился в зимних условиях, нужно обогревать бетон. Чтобы он крепость набрал, да, я так понимаю? Быстрее прочность набрал, и чтобы не было потом шелушения от мороза. Ежедневно на литейном мосту работают до 60 человек и десятки единиц самой разной техники. От сваянабивных установок и экскаваторов до миксеров и насосов. Грунты. Песчаные, обводненные грунты. Постоянный подпор воды. То есть, постоянно вода течет, постоянно нужно ее откачивать. По нормам нужно бетонировать так, чтобы вода не поступала. Поэтому делаем тампонажный слой плотный, чтобы заглушить поступление воды. И чтобы удобнее было вязать каркасы, там тоже постоянно нужно откачивать воду. Стратегически важный дорожный объект Брянска. Литейный мост позволяет добраться до периферийных кварталов Бежицы, именуя центр района. Его строительство разбито на два этапа. Сейчас мостостроители возводят первый пусковой комплекс. Это абсолютно новое сооружение. Его стоимость более 450 миллионов рублей. Затем реконструируют действующую часть моста. Екатерина Карманова, Сергей Дюков. События Брянск. Активисты молодежки Общероссийского народного фронта выяснили, насколько доступен и удобен общественный транспорт в Брянске. Они вышли на улицы города, проехались в маршрутках и автобусах, опросили жителей областного центра. Активисты оценивают безопасность, доступность и комфорт транспорта, а также обращают внимание на то, как водители и кондукторы соблюдают правила на маршруте. По итогам рейда мы подготовим информацию, как это касается видеозаписи, касается ответа на опросов жителей наших. Из мониторинга социальных сетей мы узнаем наибольшие проблемы и будем писать обращения с целью улучшить качество работы общественного транспорта по тем пунктам, по которым они приседают. Мониторинг включает также опрос, устраивает ли пассажиров работа перевозчиков. Конкретно по кондукторам вежливые, адекватные, здравые, хорошие водители, профессиональные, потому что депо начало действовать. Они своевременно ходят, я не знаю, пока нормально добираюсь. Маршрутки, мы им не очень доверяем, там водители не всегда адекватные и обгоняют друг друга в погоне за деньгами. И не совсем безопасно, иногда даже страшно ехать бывает. В маршрутках, конечно, грязно. Сиденья грязные. Те проблемы, которые сейчас в последнее время в соцсетях, в интернете поднимаются, конечно, они грязные. Конечно, неприятно бывает, особенно летом, когда ты в легкой, светлой одежде. Да и зимой тоже хватает неприятностей. В последнее время все больше людей обращают внимание на свой рацион, ведь правильное сбалансированное питание – залог не только крепкого здоровья, но и долголетия. Укрепить общественное здоровье взялись и на федеральном уровне. Одноименный проект реализуется в рамках национального проекта «Демография». Итак, с чего начать и как питаться, чтобы быть здоровым? Свои советы даст нутрициолог Евгения Никонова. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Каковы же основные правила здорового питания? Что должно быть на тарелке? В первую очередь основное правило – это натуральность пищи, это отсутствие гормонов, антибиотиков, отсутствие пестицидов, нитратов и нитритов в овощах и фруктах. Также я сюда могу еще отнести принцип радуги на тарелке. То есть человеку необходимо брать питательные вещества из разных продуктов. По большей части это, конечно, относится к овощам, фруктам и зелени. Очень многие сейчас в целях экономии, времени и сил, а кто-то в силу своих вкусовых предпочтений, употребляют полуфабрикаты или ходят в заведение быстрого питания. Как такая еда сказывается на здоровье человека? В первую очередь такая еда иммунотоксична для нашего организма, то есть происходит тотальное снижение иммунитета. А дальше уже влечение за себя последствия нарушений во всем организме. Это и гормональные нарушения, это очень сильные сбои в работе желудочно-кишечного тракта и так далее, что влечет за собой серьезные заболевания вплоть до рака. Все продукты можно условно разделить на полезные и вредные. Какие продукты необходимо включать в рацион каждый день, а от каких стоит отказаться? Да, обязательные в рационе это в первую очередь зелень, это овощи, это умеренное потребление фруктов, постное мясо, рыба, сюда мы относим и нежирные, и жирные сорта рыбы. Это полезные масла, нерафинированные орехи, авокадо, это сложные углеводы, это сухофрукты. Евгения, спасибо за ваше экспертное мнение. Человеческая жизнь бесценна. Об этом и об элементарных правилах дорожного движения. Брянские полицейские говорили на профилактической встрече с пожилыми гражданами, которая прошла в стенах 7-й гимназии Брянска. В школе безопасного пожилого пешехода пенсионеры приняли участие в практических занятиях, получили тематические листовки, а также продемонстрировали знания правил дорожного движения. Кроме этого, стражи правопорядка напомнили особо уязвимой категории граждан о том, как не попасться на удочку телефонных мошенников, и объяснили алгоритм действий при поступлении сомнительных звонков. В Брянске произошла очередная авария, в которой фигурирует маршрутное такси. Только на этот раз вторым участником стал нелегковой автомобиль, а машина скорой помощи. Столкновение произошло на 2-м Брянске в районе Лития. Машина скорой помощи со включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком проезжала перекресток. Водитель маршрутного такси номер 47 выезжал на проспект Московский. В результате столкновения пострадали 6 человек. Два пассажира маршрутного такси, водитель, два фельдшера и пассажир скорой помощи. На месте ДТП работали сотрудники полиции, выясняя обстоятельства и причины происшествия. Наша редакция готовит к эфиру новый специальный репортаж. Тема «Выгул собак». Редакция событий приглашает телезрителей принять участие в создании этого видеоматериала. Брянцы в социальных сетях бурно обсуждают видео. В поселке Белые берега овчарка набросилась на ребенка около школы. Собака была без намордника. Часто животных выгуливают на детских площадках, школьных стадионах. Хозяев не смущает, что питомец справляет нужду там, где играют дети. Если вы стали свидетелем, как нерадивые хозяева выгуливают своих питомцев в неположенных местах и не соблюдают правила выгула, присылайте фото и видео в нашу группу ВКонтакте или на почту bg-tv-sobacamail.ru. В теме письма указать «Выгул собак». Следственный комитет выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 1 сентября 2018 года примерно в 10 часов вечера на дороге Орел-Брянск столкнулись Ford Focus с мотоциклом Honda. От полученных травм пассажир мотоцикла скончался. Просим очевидцев этого ДТП связаться со следователями по телефону, которые вы видите на экране. В Брянской области стартовал финал регионального отборочного этапа школьной баскетбольной лиги КСЭ Basket. Этот турнир по праву считается одним из самых масштабных спортивных мероприятий для детей в нашей стране. Более 18 тысяч команд из 69 регионов страны вышли на старт чемпионата. После нескольких месяцев баскетбольных баталий в своих районах и городах, лучшие школьные команды Брянской области вступили в борьбу за право представлять наш регион во всероссийском финале. Заключительный этап отбора в этом году решено было провести на родине самого прославленного брянского баскетболиста Виталия Фридзона в Клинцах. Камамбер, Бри, Бресблю еще несколько лет назад невозможно было поверить, что знаменитые французские сыры с благородной плесенью можно делать на Брянской земле. Сегодня предприятие «Жуковское молоко» представляет свою продукцию на всероссийской выставке Prodexpo. Сыр с белой плесенью под торговой маркой «Вайчиз фром Жуковка» начали производить чуть больше трех лет назад, а сегодня его уже можно найти в магазинах от Владивостока до Калининграда. Более того, компания «Жуковское молоко» со своими сырами вышла на международный рынок. Купить камамбер, Бри или Бресблю из Жуковки можно в Белоруссии и Казахстане. За сутки на предприятии перерабатывают не менее 30 тонн молока. Наш объем производства колоссально вырос за это время. Это самое современное производство в России для насыров, и у нас очень большие возможности. Пожалуй, самое приятное для гостей выставки Prodexpo в Москве – это дегустация. Как можно отказаться от тягучего сыра с голубой плесенью внутри и коркой белой плесени снаружи? Речь про Бресблю. Очень вкусно, пожалуйста, покупайте. Всем рекомендую. Из Брянска. А сыр как из-за границы. Употреблял бы, наверное, с фруктами, с виноградом. Пять баллов. Без какие. Оценивают вкус и качество сыров «White Cheese from Жуковка» и французские ценители. Один из самых больших поклонников наших сыров – это наш технолог из Франции. Он до сих пор данный сыр возит своим друзьям, коллегам. Я презентую его как тот продукт, который он создал в России. Он действительно очень горд. Позапрошлом году мы получили награду в области импортозамещения. Презентовали жуковские сыровары на международные выставки и традиционную молочную продукцию – сметану. Prodexpo – возможность не только рассказать о компании, но и провести деловые переговоры. Так у жуковского молока появился новый партнер. По словам руководителя отдела продаж, это позволит предприятию создать просто невероятный продукт. Что конкретно, пока сюрприз для покупателей. Андрей Мамошин, Игорь Винничук. События. Москва. И по традиции в завершении выпуска узнаем, что нового у наших самых маленьких телезрителей. В рубрике «Детские новости» Дмитрий Белов задавал вопросы. Я смотрела ютуб, где делали сами хлопушку. И там нужно туалетную бумагу разворвать, взять вот эту штуку, которую надо выкидывать, на нее отрезать шарик какой-нибудь, чтобы гордышка не было. Только шапочка. Надеваешь назад, там перед. Потом такие разные кубики, ленточки. Ну не ленточки, а с бумаги цветы. Такие палочки, кружочки. Засыпаешь туда и вот так чик, за шарик чик. На хоре много детей поют. Там еще мы всякие упражнения изучаем. И учительница у нас бывает строгая. Но она когда-то меня хвалила, когда я вот так открывала рот. Ну когда надо было. На гимнастике делаем, на бусях там, на каначах там. Колесо там уже делаем. Вот. Всякие мостики, там спагаты, постяшки. Вот. Новости и программы телеканала «Брянская губерния» также доступны на нашем сайте в интернете. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова